Бог творит чудеса Боже мой, представляете себе, когда мы соберемся в дворце спорта в декабре, и люди приедут со всего мира, так интересно будет, правда? Будем молиться молитвой воздаяния, будем прямо говорить, Господь, есть же такие молитвы, их называют, ну еще так, знаете, молитвы требования, ну в хорошем смысле, а то, знаете, начнете требовать, что Бога не надо. Ну смысл в чем, что вот есть момент, когда ты должен взять свое, и часто ответственность так вот за чудеса, она лежит на нас, чтобы вы знали. Одна из вещей, которую я в жизни своей, ну получается, когда узнал первый раз, для меня это было шокирующе, что ответственность за чудеса лежит на человеке, на проповеднике, к примеру, да? Не на Боге. Если бы это на Боге лежала ответственность, то тогда такой вопрос, да? Бог бы везде творил чудеса, правда? Но сегодня то, что происходит, к примеру, в одном служении, в другом не происходит. Потому что ответственность лежит на человеке, мера ответственности, то есть человек берет ответственность. И даже вот сегодня я бы хотел пару слов вам сказать о том, как вообще двигаться в партнерских правильно, чтобы явилась слава Божья на вашей жизни. Потому что это тоже надо уметь. Вот, к примеру, говорят молитва. Все молятся. Но чтобы вы знали, на самом деле, слово молитва, оно, все его говорят. Вот скажи молитва. Молитва, да? Но это как барьер терминологии. То есть для одного молитва это вот это, для другого молитва это... То есть все по-разному понимают молитву. И для меня когда-то было большим открытием, что, оказывается, самое главное в молитве это умение молиться. Поэтому, если ты умеешь молиться, ты получаешь ответы от Бога. А если ты не умеешь молиться, не получаешь ответы от Бога. И я, вот представьте себе, когда я это для себя открыл. И это было такое открытие, которое просто реформировало мою жизнь. Потому что я, когда это понял, я сразу поставил себе цель. О, так самое главное для меня научиться молиться. Научиться получать ответы от Бога. Как говорит со мной Бог? Он со мной говорит, возможно, не так, как с тобой говорит. А, возможно, он вообще с тобой не говорит. Понимаешь? И я молился по 8 часов в день. Друзья, много лет. О, много лет. Я думаю, что десяток точно. И знаете, что удивительно? Что откровения ко мне приходили от Бога, как будто случайно. Ну, вот, образно говоря, там ты стоишь на какой-то конференции, бам, откровение получил. Ну, бывает же, да, такое. Или там читал Библию, раз, получил. А потом мне Бог показал. Однажды, когда я молился, и Бог ко мне проговорил, что Он все время говорит. И вышел сетель сеть. Это был первый раз, когда Бог со мной вот проговорил и показал мне, как Он мне говорит. Это было прямо в комнате там, где я молился, перечеркнула. Это был первый раз в моей жизни. Представьте, хотя я столько молился, я промолился тысячи часов. И тогда вдруг вот это чувство ко мне пришло, как Бог говорит. И слово. И вышел сетель сеть. И Бог мне как показал, что Он, сеть слово имеется в виду, что Он все время дает слово. Он все время дает откровения. Дух Святой все время говорит. Но на самом деле, есть ли у тебя способность слышать? Ее нет. И когда ее нет, то выходит ситуация такая, что ты откровение можешь получить только каким-то чудом, случайно, иногда, ну и так далее. А Он вообще это каждый день говорит. И это перевернуло мою жизнь в том, что я понял, что если мне нужно откровение, я теперь знаю, как мне прийти и получить его. И это просто, на самом деле, вот поймите, мы верующие. Духовный мир, он реален. Вы это понимаете или нет? Бог реален. Дух Святой говорит постоянно. В откровении говорится, что Иисус говорит, имеющий уши слышит, да слышит, да, что Дух говорит церквям. Помните это, да? То есть оказывается, ты можешь иметь уши слышать, но Дух Святой говорит что-то, а ты не слышишь. Вот, а можешь слышать. Но это, опять же, умение. И вот представьте картину, да, когда я понял, как молиться, это и как получать ответы, как со мной говорит Бог. Я даже не знаю, как Он с другими говорит. Я понятия не имею. Но как Он со мной говорит, Он мне показал. С того момента я всегда знал, когда Бог мне говорит. К примеру, я молюсь о чем-то, и Бог мне проговаривает. И я уже знаю, и я уже как пророк был. Знаете, потому что я прихожу и говорю, вот завтра будет вот это, вот это. Они говорят, а как? Ну так случилось, так и произошло. А я говорю, ну вот я знал. Это не было пророчеством, это было просто, я молился за это и получил ответ. Понимаете? И ответ, когда ты получаешь от Бога, надо знать, как с тобой говорит Бог. Как тебе говорит Святой Дух. Это вот эти вещи, друзья, они очень-очень важны. Вы должны знать, что есть демоны. Это реально, есть демоны. Никогда не думайте вот легкомыслия и беспечность. И вообще поверхностный подход к духовному миру, он приводит людей к тому, что они допускают атаки дьявола слишком далеко, на свою территорию. И духовный мир реален, и демоны реальны, они атакуют человека. И есть такое понятие, как победа над демонами. Победа над демонами не может быть в твоей жизни. К примеру, да, там, ты служитель, пастор, может, лидер ячейки, может, просто человек, да, который приходит в церковь, партнер, молодец, аллилуйя. Но ты должен знать, что вот личная победа над демонами это основание всего, что будет происходить в твоей жизни. А победа над демонами обязательно должна быть. И демоны, они, к примеру, есть атаки дьявола, они открыты, вот конкретно, дьявол может атаковать нагло твои финансы. И он может атаковать по-разному. Вот ты благословенный человек, все отлично, ты все правильно делаешь. Но рядом с тобой может быть человек, который канал для демонов. И через него демоны могут атаковать тебя. Вы меня слышите, что я говорю? Так я благословенный. Вот так дьявол и подходит. Ты-то благословенный. Но этот человек, он, к примеру, канал для дьявола. А он мог даже тоже быть благословенным, а потом поменять свою позицию. И дьявол открыто может нападать на тебя, атаковать твою финансовую сферу. И ты должен уметь отстоять, откинуть дьявола. Ты должен уметь реально понимать, где духовная проблема, а где недуховная. И в основном, когда атаки и какие-то кризисы, вы должны понимать, что чаще всего это бесы, они пытаются делать для того, чтобы тебя искорежить. Для того внутри. Чтобы ты был как, знаешь, представь, внутри тебя металл. И этот металл, дьявол хочет его просто скрутить, чтобы твои понятия были скручены, чтобы твоя вера была скручена. Потому что ты веришь, к примеру, во что-то, да? И дьяволу нужно поломать твои принципы, поломать твои понятия, навязать свое, убедить в чем-то. И это открытые атаки дьявола. Понимаешь? Ты должен научиться побеждать дьявола. Реально побеждать, по-настоящему. Когда ты вот заходишь в молитвенную комнату, вообще вы должны знать, что молиться нужно обязательно. Но кроме того, что молиться, вы должны вот понимаете, с чего я начал? Уметь молиться. Потому что молиться можно долго. И это ничего не даст вообще. Умение молиться, вот это самое главное. И в молитве вы должны знать те моменты, когда вы разговариваете с Духом Святым. Это вообще, ну, можно, если так выразиться, можно я буду выражаться так, чтобы вам было понятно, хотя звучать оно будет немножко не очень. Ладно? Есть очень хитрые ходы в молитве. Вот когда ты общаешься с Духом Святым, это очень хитрый ход. Вы поняли или нет? Потому что когда ты общаешься с Духом Святым, значит, ты очень умный человек. Ну, это то же самое вот сейчас, да, вот мы сидим здесь, и кто-то говорит, слушайте, вот вообще стоит вообще общаться с президентом. Ну, мне кажется, что если я с ним общаться, вот он же хочет со мной все время общаться, у меня все время нет времени. А вообще стоит с ним общаться, потому что в принципе вот эта квартира, в которой я живу, ну, он же, так пообщаемся месяц, он мне квартиру подгонит, там машину. Но если бы за президента говорили, вы бы поняли это, да? Логично или нет? А когда за Духа Святого говорят, люди не понимают. Но Дух Святой, друзья, это конкретная личность, просто он не имеет тела. Вот какой Дух Святой? Дух Святой, смотрите, вот Бог сотворил человека по образу своему и подобию своему. Иисус пришел на землю, мы видели Иисуса и написано так, что кто видел меня, тот видел кого? Отца. Помните, да? То есть получается, Отец, это тоже, как Иисус. Иисус такой же. И чтобы вы поняли, Дух Святой такой же. Он нас творил, Дух Святой. И Он такой же, как мы. Просто Дух Святой, Он имеет духовное тело, физического тела у Него нет. И получается, что общение с Ним, оно всегда тебя приводит неизбежно к большим победам. Понимаешь? То есть, когда ты общаешься с Духом Святым, есть моменты, тонкости. Вот, к примеру, с Ним же по-разному можно общаться. Есть момент, когда ты с Духом Святым разговариваешь. Ну, разговаривать с Духом Святым, особенно людям, которые не имеют такой практики, очень сложно. Я это все пережил. Как бы не о чем. Знаете, вот что-то ты говоришь, не знаешь, что говорить. Кто-то переживал такое или нет, да? Ну, как бы не поймешь, о чем говорить. Вот, поэтому говоришь одно и то же. И я вот так по 8 часов в день говорил, да, одно и то же. Но суть в том, что это есть вот такой момент. Но потом оно, почему так? Потому что ты не знаешь его. Ты вообще не знаешь, что он думает. Ты вообще не знаешь, что он о тебе думает. Ты вообще не поймешь, что ему нравится, что не нравится. Вообще мы вначале не знаем Духа Святого. И это очень такой серьезный момент, потому что это же Дух Святой. Поэтому мы немножко закрыты. Мы не знаем, что нам делать в этой тайной комнате, как нам с ним говорить. Но со временем вы начинаете уже знать, что, к примеру, Духу Святому, что ему нравится, а что ему не нравится. Это вот со временем. И какие-то вещи вы начинаете обсуждать с ним. Бывает, есть такой страх переступить какую-то черту, которую нельзя переступать, ну и так далее. Вот, всякое-то есть такое-то. Но слушайте, разговаривая с Духом Святым, вы можете, вот я вам советую, особенно, знаете, вот смело это делать, открываться перед ним. Открываться перед ним, я имею в виду, вот очень сильно помогает, к примеру, даже перепись прошлого, да, то делать это с Духом Святым. Когда ты приходишь к нему, вот это, наверное, самое мощное переживание, которое я пережил с Духом Святым. Когда ты, вот приходишь к нему, и ты, вот, реально уже все, ты просто признаешь, что столько ошибок ты сделал, там было все неправильно, там было все неправильно. И ты с ним об этом говоришь, и ты говоришь, ну да, я согласен, я не прав был и здесь, и здесь, и здесь. Но теперь у меня есть четкая позиция, я хочу, вот, чтобы было так, вот так, вот так. Давай мы перепишем это, как будто бы этого не было. Это можно сделать, или нельзя сделать. Дух Святой, давай мы что-то будем с этим делать. И, дорогой друг мой, помоги мне. И ты, конечно, в эти моменты происходит что-то невероятное с твоей жизнью. Потому что, вот, присутствие Святого Духа в такие моменты, оно, извиняюсь, оно вообще настолько мощное, потому что ты открываешься, когда тяжело нам вообще открыться перед Богом. Понимаете? На самом деле. Нам кажется, что мы открыты. Но это не так. Кто, вот, откроется перед Богом, по-настоящему, он поймет, о чем я говорю. Когда ты реально признаешься, ты реально вот просто ну накосячил, ну сделал неправильно, ну столько ошибок я сделал, Господи, и ты прям видишь их, говоришь, ну как я мог и здесь, и здесь. Ты вспоминаешь те чувства, твои решения, когда ты их принимал, как ты чувствовал, что это не надо делать, да, а ты взял, сделал, да, или наоборот, надо было там делать, а что-то там Бог хотел от тебя, а ты не сделал. И ты все это говоришь ему, и ты объясняешь, ну да, 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 ну теперь, я не хочу, чтобы оно тянулось дальше, я не хочу из-за этого теперь, ну, переживать что-то, я не хочу дальше, чтобы оно вообще фигурировало в моей жизни, вот просто не хочу. Помоги мне, давай сейчас мы просто сотрем это все. И ты понимаешь, что без Духа Святого ты даже не можешь и по-настоящему кровь Иисуса призвать. Понимаешь? Потому что везде, где нет вот работы Святого Духа, это религия. Понимаете? Это религия. Религия это, когда ты вроде Библию знаешь, по Библии поступаешь, но оно все мертвое. Буква убивает, Дух животворит. А вот Дух Святой, когда Он помогает тебе даже вот стереть кровью Иисуса какие-то реальные события в твоей жизни, которые все равно, вот они где-то как шлейф тянутся за тобой. Еще и дают о себе знать, знаешь, сигналы подают тебе. И вот это так важно, что ты просто невероятно, особенно если ты видишь жатву в чем-то, понимаешь? в своих ошибках. И вот ты говоришь, Дух Святой, давай мы это сделаем. А ты открываешься. И Дух Святой им всегда поможет. Лучше удивительно, что когда ты открываешься, говоришь с Ним, у тебя есть вот это вот понимание, что Дух Святой, он на твоей стороне. Все меня слышат, да? Это очень важно, важное понимание. И когда это стирается, у тебя есть свидетель, Дух Святой. У тебя есть тот, с кем ты это делал. Поэтому уже дальше, как будто бы нет у дьявола никаких шансов на тебя напасть. У него как будто нет вообще никакого предлога на тебя напасть. Потому что, если он пытается, ты говоришь, алло, я чист. Потому что я прошлое свое переписал. И кровь Иисуса омыло. Мы же привыкли к тому, что кровь Иисуса Христа омывает что? Грех, который мы сделали. Правильно? Но, друзья, есть наши какие-то решения, которые не поймешь, грех они или не грех. Есть какие-то наши действия, которые не поймешь, грех они или не грех. Есть события, которые произошли. Непонятно, грех это или не грех. Это как все вот такое вот, да? И чтобы вы поняли на самом деле, то, что я для себя открыл, вы партнеры, вы моя семья, команда вообще моя. Я вам говорю это, что кровь Иисуса омывает эти вещи. И самое главное во всем этом, вот если ты хочешь реально быть чистым, чтобы ты был готов к исправлению. Но я имею в виду, вот я это переживал, и что я чувствовал? Что Дух Святой очень сильно хочет, чтобы я вот в этой ситуации дальше, да, выровнял ее. Потому что у меня, ну, к примеру, тут конфликт какой-то, да, чтобы я его выровнял. Что нельзя, ни в коем случае, что все, мир, дружба, жвачка, все хорошо. Как говорится, никаких проблем. Моя позиция, да, там, ты был неправ, я был неправ, ну, какая разница? А это вообще роли не играет. Главное, чтобы у нас с Богом все было хорошо. Аминь. И поэтому ты уже такую позицию занимаешь, что я хочу тут все исправить, я хочу тут выровнять, я хочу здесь. И как бы ты гибким становишься. Ты перестаешь какие-то держать, вот, даже в отношениях с людьми, какие-то позиции, да, которые, типа, то я, то будет вот так, то я, нет, наоборот. Гибкость вот эта, мягкость вот эта, вот это, вот это состояние, что ты хочешь, насколько это возможно, ситуацию выровнять, исправить, сделать человека удовлетворенным, чтобы он был рад тому, что вот ты пришел, ты, как говорится, сделал больше, чем этот человек, там мог ожидать вообще, и так далее. Это все в отношениях с Духом Святым, оно играет огромную роль, огромную роль. И вот это, как один из видов, да, такого общения с Духом Святым, когда ты выравниваешь свою жизнь, когда ты выравниваешь вот эти вот отношения с Духом Святым, когда у тебя вот этот твой круг жизни, он становится Вадимом, Духом Святым. и через это ты видишь, что твоя жизнь, она, ну, как будто бы в качестве поднимается. Потому что очень много, вот есть такого, как состояния внутри, да, и состояние, может быть, постоянного счастья, и состояние, может быть, какого-то постоянного такого перепада давления, знаешь. И вот для того, чтобы вот состояние счастья иметь, вот эти отношения с Духом Святым и отношения, которые вытекают из тайной комнаты на отношения с людьми, особенно там, где проблема, вот это все делает так, что ты испытываешь невероятное счастье. Потому что ты как победитель. Понимаете, да, о чем я? Ты потом приходишь молиться, и как будто бы тебя туда аж как затягивает, знаешь, потому что ты приходишь, и сразу, вот когда вы общаетесь с Духом Святым, ну, к примеру, там, в какой-то комнате, у меня есть вот места, где я молюсь, да, даже там на уединении, там есть место, и я вроде везде там молюсь, но есть место, где я туда прихожу, это в комнате место, и именно там Дух Святой, именно там Он стоит, и я это, не знаю, откуда я это знаю, и я смотрю на Него, и я с Ним говорю, как с человеком. И вот у вас тоже будет этот момент, когда вы будете с Ним. Поэтому, когда ты, ну, вот эти вещи выровнял, где-то что-то, какие-то шаги сделал, ты приходишь сразу к Нему. Я сделал, о, спасибо тебе, вообще класс, супер. И ты с Ним разговариваешь. Вот эти отношения, они набирают обороты всегда. Набирают, набирают, набирают обороты. Есть другое еще, что очень сильно с Духом Святым помогает. Вообще в жизни. Очень сильно. Помните, я сказал, что хитрыми надо быть, да? Нужно знать все эти секреты. Есть момент, когда вы говорите. Вот конкретно я вам рассказываю, да? Говорите, стоите в комнате, и вы говорите, Дух Святой приди. И вы ожидаете его. А что это значит, Дух Святой приди? То есть вы должны это понимать, о чем идет речь. Я вам сейчас объясню. Когда приходит Дух Святой, как это выражается? Это выражается в том, что, во-первых, в комнате, первое, всегда меняется атмосфера. Потом, во-вторых, ты начинаешь осознавать, что Дух Святой пришел. Но, в-третьих, вы должны знать разницу. Дух Святой, как Личность, когда приходит, ты чувствовать это физически не можешь. Потому что его присутствие, оно, ну, как бы вам сказать, оно приходит не через чувства, а через осознание. Ты просто знаешь это. Ты осознаешь. И чтобы вы знали осознание, вот мера осознания, она и определяет меру вообще его силы и всего, что будет происходить. Поэтому осознание очень важно. Вот люди поверхностные, к примеру, что они могут осознавать. Они за это вообще, они как, знаете, бегут по жизни и не останавливаются. А когда они не останавливаются, значит, они не хитрые, не мудрые, они тупые. Понимаете? Я вам прямо говорю. Потому что они бегут, 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 а он зеленый. Понимаете? И это не то все. Потому что то, что ты бежишь, там, в служении бежишь, там, в делах, в бизнесе. Да это все ерунда вообще. На самом деле, когда ты останавливаешься и наполняешься осознанием, осознанием Духа Святого, осознанием отношений с Ним, вот это осознание, оно сделает работы намного больше в тысячи раз, чем ты бы мог бежать, 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 бежать десятки лет. Потому что осознание и есть тот рычаг высвобождения работы Божьей на сферы твоей жизни. То ли это служение, то ли это бизнес, то ли еще что-то там, не имеет значения. Так же самое и это касается и здоровья, и семьи, и многих других там разных вопросов и обстоятельств. Если вы хотите видеть работу Божью, вот реально чудеса, видеть, что Бог идет перед вами, то тогда же вы должны сделать так, чтобы он пошел перед вами, чтобы он в завтрашнем дне уже совершил какую-то работу. И вы должны знать, что жизнь, она поделена так вот на дни. И завтрашний день, он реален, он будет. Но что будет в этот день, что там будет происходить, вы не знаете. Но если я вам говорю о том, что за чудеса ответственность лежит на ком? На нас. Скажи, на мне лежит. Это правда. То вы должны знать, что точно так, за то, что завтра будет, тоже ответственность лежит на тебе. И ты творец своей судьбы. Вот понимаете, она в голову, в башку, вбили просто, что мы вообще никто, зовут нас никак. Вот я вырос на этом. Я помню, мы пели песню все время на Новый год в церкви, где вот я, пять лет была такая писательская церковь, хорошая, я благодарю Бога за нее. Потому что там заколотили у меня такой характер, что мама не горюй, как говорится, знаешь. Ну, песни вот пели, да, что и твой ничтожный разум однажды станет добычей червей. И мы каждый год ее пели, я в хоряш был. И я помню, я спрашиваю урагента, говорю, девочка Юля, у нас группа была своя, там Сергей Яныш, там Юля, это я. Называлась группа Новая жизнь. Новая жизнь, да, вот. И я ей говорю, говорю, Юля, а чем мы вот эту песню поем каждый Новый год, говорю, что наш ничтожный разум станет однажды добычей червей. А меня даже, в принципе, не это беспокоило, с этим я, кстати, так и думал, что наш ничтожный разум станет добычей червей. Я просто спрашивал, потому что, чему я на Новый год поем? Мне больше вот это беспокоило. Ну, Юля, как Юля, говорит, всегда так пели и будем петь. Вот. И нам вбили в голову, что мы это никто, зовут нас никак, мы ничего не решаем. Но все это неправда. Поэтому мы проводим саммиты, четвертое измерение, да, и постепенно, постепенно, знаете, как Бог поручил мне людей вывести из вот этого состояния, в которое, в которое ввели людей. И в мире их вводили в это, потом в церкви их добили еще, понимаешь? И добили до того, что они вообще думают, что за них все решает Бог. А Бог говорит, так я тут при чем вообще? Я двигаюсь по твоей вере. где вы видели, чтобы Иисус сказал кому-то там, слепому в Артемею, по вере моей прозри. Такого не было. Он говорит, по вере твоей да будет тебе. Так или нет? Какой мерой вы себе отмерите, такой вам будет отмерен. И это все касается вот конкретно завтрашнего обстоятельства, завтрашнего дня. Для того, чтобы там поработал Святой Дух, для того, чтобы там уже была какая-то защита, потому что, вы должны знать, духовный мир реален. Бесы планируют какие-то гадости, бесы планируют какие-то удары. Я заметил, в жизни бывает такое, когда вот все сложно, 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 тяжело, тебе так кажется, что так тяжело. А в это время происходит много чего-то, чего ты не видишь и не знаешь. Правильно? И на самом деле в это время может происходить что-то очень хорошее. И потом ты только об этом узнаешь. А бывает наоборот, когда все так гладко, так классно, ты говоришь, ой, как хорошо, я анализировал все, у меня аналитический ум. И потом ты узнаешь, что в это же время такое против тебя замутили, такое сделали, так навредили, такой ужас. И я возвращаюсь всегда умом своим в то время, когда они это делали. И начинаю вспоминать, что со мной было в это время. И вспоминаю, что в это время я испытывал мир, радость, я испытывал такой кайф, вообще все было так хорошо, все было отлично. Я даже не мог подумать, что в это время на самом деле происходит что-то плохое. Вы понимаете, о чем я или нет? что мы не можем все знать. Но мы можем из-за опыта и мудрости общаясь со Святым Духом и понимая, что на завтра дьявол может что-то такое спланировать, что ты не будешь готов просто к этому. А ты должен быть готов. И поэтому ты общаешься с Духом Святым. И что происходит? Смотри, завтрашний день ты уже, можно сказать, туда послал благословение. Уже ты с Духом Святым поговорил. Уже какие-то вещи решил. Уже, если что-то было посеяно неправильно, вы должны знать закон сения и жатва работает как часы. И он просто работает с разным интервалом. Бывает такое, когда вот ты посеял и на завтра уже жатва. Вот такое бывает. А бывает ты посеял, прошло пять лет и потом жатва. Поэтому ты должен с Духом Святым решать вопросы. Вот слушайте дальше. И ты говоришь, Дух Святой придет. Осознание это великая сила. Вы должны осознавать. Вот осознавать Духа Святого. И второе, смотрите что, всегда так происходит, когда присутствие Духа Святого ты осознал. Второе, что будет неизбежно, это ты переживешь вот этот момент помазания. И когда приходит помазание, ой, друзья, это так важно, вы себя просто не представляете. Помазание это очень важно. Вы же помните, что такое помазание? Что помазание это физическое, что? Физическое ощущение Бога. И вот когда ты чувствуешь помазание, это очень и очень важно. просто вы не можете этого не понимать до конца, но вы должны меня услышать. Это очень-очень важно. Помазание, ты его ощущаешь и ты в нем пребываешь. Оно приходит как волнами. Пришло, бывает, раз, вау, ну ты прям не можешь поверить, что это реально все с тобой происходит. Потом эта волна как будто отходит на какое-то время. И ты ждешь, и потом опять ты ожидаешь. В это время ты говоришь много или нет? Нет. Ты просто ожидаешь. Ожидаешь, и в этот момент мысли главное, чтобы у тебя, если у тебя будут мысли бродить где-то, то ничего не будет вообще. То есть ты ждешь, ждешь, и твои мысли сконцентрированы. Концентрация, помните, концентрация в молитве и сосредоточенность, это неотъемлемые условия. Вам помогает то, что я говорю сейчас или нет? И вот смотрите, когда потом вторая волна приходит, третья волна приходит, ну сколько ты там, я не знаю, образно говоря, выдержишь эту молитву, по-разному бывает. Кто-то молится час, кто-то молится 40 минут, кто-то молится два часа. Ну секрет, я вам скажу один, что никогда ты не можешь получить за час то, что ты получишь за четыре. Это однозначно. Это я вам из опыта говорю, да, потому что всегда, когда я молюсь, то бывает, ты думаешь, что ты уже пережил, уже пережил, но только четыре часа промолился и бау, вот здесь такое происходит с тобой, начинает. Начинает Дух Святой как будто брать твой разум и начинает там работать в разуме, показывать, открывать. Невероятно. И ты понимаешь, что надо было пройти все эти часы, что не мог Дух Святой сделать это за два часа. Но так или иначе, сколько бы вы ни молились, вы должны знать, что на следующий день вы приходите и вот это помазание опять приходит. И значит, когда приходит помазание, слушайте, что происходит вообще как следствие. Как следствие помазание, если приходит к тебе и ты его ощущаешь, это помазание неизбежно начинает действовать в твоей жизни. Я вам говорю, конкретно, оно начинает работать. Оно начинает работать. Вот если вы бизнесмен, вот оно начинает работать в бизнесе. Если вы пастор, оно начинает работать конкретно в церкви. И ты удивляешься. Почему? Потому что ты выходишь, к примеру, как пастор, и здесь пастора есть? Поднимите руки пастора. А высоко поднимите. О, сколько пасторов. Гляньте, вот послушайте. Дайте Богу славу за пасторов. Скоро будет пасторский саммит. И там будет очень важная информация, потому что наша команда ездили к пастору Диону. И получается разговаривали с ним. И завелся там же разные департаменты. И мы, получается, в принципе, они ездили обучаться департаменту. И там департамент по финансам. И вдруг такая ситуация там выпала странная. Как мне рассказывают, говорят, ну вот эта церковь, вот там что там, 500 долларов, что-то такое. А наши говорят там, получается, Наташа Бессонова, она ответственная была за это. И она говорит, не понял, а как 500 долларов? Ну типа, это же Африка вообще, тут же 500 долларов, это как у нас там, я не знаю там. А он говорит, ну начали они разговаривать. Короче, смысл такой, что у них есть структура и система очень интересная по финансам, которая на самом деле является причиной, почему у них церкви процветают, почему у них люди процветают, что еще и это играет роль. Интересно как, правда? И вот этот пасторский саммит поможет, поможет вообще, я думаю, пасторам конкретно. Хорошо, слушайте, вот пастор, он выходит, он говорит, готовит проповедь, старается, говорит, церковь не растет. Мало того, еще какой-то помощник бунтанул, увел кого-то. Мало того, еще что-то случилось, здание выгнали. вы понимаете, о чем я говорю или нет? Мало того, еще и дома жена говорит, а что так за пастор вообще? Слушай меня, у тебя все будет получаться. Но когда он постоянно переживает помазание, то тогда начинается движение Духа Святого в его деле. Понимаете? В церкви. И он выходит и говорит простые вещи, но от них невероятный результат. Самое главное, знаете, чем все занимаются во всем мире? Чем? Смотрите, все занимаются одним делом. Все, ну продвинутые люди, вообще весь мир, прогресс в мире. На чем построен? Как бы мне ничего не делать и иметь побольше денег? Вообще лень это двигатель прогресса. Потому что это правда, потому что изобретают машину какую? Чтобы она ела поменьше бензина, но ехала быстрее. Так или нет? Мы хотим, чтобы посуду мыла не я, а посудомойка. Все, страна, минстра, да, чтобы стирала, не мои ручки стирали, а стиральная, машинка. Правильно или нет? Усилий мы хотим приложить меньше, результата больше. И только верующие отличаются тем, что они этого не понимают. потому что они создают себе трудную жизнь. Почему? А, я вам скажу, почему. Потому что чем труднее, тем святее. и вот на минутку представьте себе, да, о чем я говорю, что когда ты общаешься с Духом Святым, усилий прилагаешь чуть-чуть, а результат огромный. Здорово или нет? Вот что я вам говорю, друзья. Поэтому, если ты партнер, сегодня, почему я тебе это говорю? Почему я тебе это говорю? Потому что ты для меня дорог, ты моя команда. У нас столько церквей, друзья по всему миру, столько интернет-домашних групп. Многие люди, они не являются партнерами. И они не участвуют во всем, что мы делаем. И они не являются, как бы, образно говоря, моей командой. Это просто одностороннее движение такое, знаете, я служу им и все. Я служу им, они в своей церкви, они там, может, десятину дают. Я имею к этому отношение? Нет, никакого. И они мне чем-то помогают? Нет. Я им помогаю. Наш телеканал, вот мы все его оплачиваем, да, они его смотрят, назидаются. Наши люди пашут сутками на этом телеканале, да, там. Но они, а вы команда, вы люди, которые вот, вы со мной пошли по жизни. Поэтому, естественно, я беру ответственность на себя за то, чтобы в вашей жизни был прорыв, чтобы каждый увидел истину Божью, верность Божью, правду Божью на своей жизни лично. я никогда не хочу, чтобы кто-то взял и сказал, что я был партнером и помогал апостолу Владимиру, и вот был-был и ничего хорошего не увидел. Нет, этого я не хочу слышать. Я хочу знать, видеть и просто переживать. Вот слава Божья для тебя, это как награда для меня. Аминь. Именно поэтому я и делюсь с вами этими вещами, потому что они реформируют вашу жизнь. Реформация, она происходит, друзья, не от ваших усилий, она происходит не от того, что вы там много суетитесь, понимаете или нет? Она происходит вот там в тайной комнате, и даже если вы по чуть-чуть уделяете время, но только вот так, мудро, понимаете, умение, умение молиться. Вот это умение молиться, оно вообще играет ключевую роль. Вы с Духом Святым разговариваете откровенно, поняли? Не надо каждый день разговаривать с ним откровенно, оно не будет естественным. Но момент вот этой откровенности, он как выстраивается, вот первый раз бывает, и потом как линия идет в отношениях, потом оно как само так происходит. И второе, вот это помазание, которое вы ожидаете, переживание Святого Духа, оно очень важное, потому что если оно происходит постоянно, это помазание защищает вас от бесов, от демонов. Оно в прямом смысле слова. Вы заметили, что когда я молюсь, и помазание, вот мы, к примеру, стоим и говорим, Дух Святой приди, и я стою и жду. И бывает, минута проходит, две, три, и мы ждем, да? Бывает сразу, а мы ждем. Потом помазание приходит в зал, замечали это, да? И бесы начинают орать. Вот когда на тебе помазание, подумай сам, какие бесы будут на тебя нападать? Они текать от тебя будут. Они будут прям бежать от тебя, прямо к твоим врагам. Аминь. Аминь. Смотрите, зачитаю вам место, очень важное. О партнерстве. Несколько слов, очень важных. Потому что партнером быть тоже надо уметь. Смотрите, что здесь написано. Это Екклесиаста, книга 3 глава, 14 стих. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Вот этот стих, смотрите, о чем он говорит. Здесь же пишется как. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. То есть, это не временные вещи. Это вечные вещи. Теперь смотрите. Этот стих говорит о том, что на земле есть дела, которые делает Бог. А есть дела, которые придуманы людьми. И вот дела, которые придуманы людьми, религией, даже самые хорошие дела, они несут ничего вообще в твою жизнь. А дела, которые делает Бог, они очень и очень, можно сказать, они являются такой, знаете, силой для твоей жизни. И ты сейчас поймешь, почему. И вот дело, к примеру, которое мы делаем, почему мы все партнеры и почему мы все делаем вот много-много работы. Вы многого даже не знаете, потому что это рассказывать, это на собрании нереально. Это будет очень долго. Сколько всего каждый день делается. Даже там про ту зону АТО. Ну нельзя про это много рассказывать. Понимаете, да? Не нужно просто. Понимаете, почему или нет? Или не понимаете? Как? Да, точно. Видите, делай тайно, а Бог воздаст явно. Правильно. Это точно. Чтобы, как говорится, наши церкви в России не пострадали. Вы это хотели сказать, да? Делай тайно, чтобы Бог воздал явно. Будешь делать явно. Вы почти правильно поняли. Но на самом деле, друзья, много дел делаем. Но теперь слушайте внимательно. Это все абсолютно мы делаем. И есть всегда конечная цель в этом деле. И вы должны все ее знать. конечная цель нашей помощи, благотворительности, всего, что мы только делаем. Это вечное спасение души. Вы слышите, что я сказал? Другими словами, когда мы помогаем, что мы делаем? Я перевожу вам это, как бы, делаю интерпретацию этого слова. Мы проповедуем Евангелие. Теперь поняли? Мы проповедуем Евангелие. Мы прославляем Христа. Мы заявляем, что Иисус реален. Потому что, если бы Он был нереален, то эти люди, то есть мы, никогда бы этого не делали. Логично или нет? Потому что сегодня есть люди, у которых очень много денег. Очень много. Есть разные депутаты, разные политики, разные там, чтобы вы поняли, у них миллиарды. У них несколько самолетов. У них все, что хочешь есть. Но в то же самое время пойди и попроси у него 200 долларов для бабушки. Там он скорее застрелит тебя, бы это дешевле. понимаешь? Но он не даст ничего. И это все, даже если где-то что-то делается, там кто-то что-то сделал, там один там олигарх, купил, короче, не буду фамилию называть, купил для девочки слуховой аппарат за 2000 гривен. Так что вы поняли? Эту рекламу крутили полгода вообще, понимаете? какой он добрый человек. Потому что это все для пиара делается. Там с мозгами непорядок. Реальный. А слушайте, а мы своими действиями проповедуем Иисуса Христа. Мы проповедуем, что Христос воскрес. Мы проповедуем, что мы верующие. Потому что люди о Боге не могут узнать иначе. Они узнают, когда они смотрят на нас. Вы согласны с этим? И когда мы приходим и помогаем людям, когда мы меняем их судьбы, это великое счастье, это великое наслаждение. Но самая конечная цель и самое большое и самое большое наслаждение будет, когда мы увидим в вечности массу людей спасенными. и удивительным будет то, что они будут спасены, слушайте внимательно, но будут спасены и многие люди, которые просто за этим следили и просто это видели. Вы все с этим согласны? Поэтому мы делаем величайшее Божье дело. И вот смотрите, что здесь говорится. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, этого нечего убавить. И смотрите, главное, Бог делает так, чтобы благоговерить пред лицом Его. Что это за слова? Короче говоря, когда ты партнер, когда ты делаешь это правильно, смотри, что происходит. Бог делает так, чтобы ты перед Богом, то есть этого даже никто не видит, это твое очень личное и тайное переживание, был в изумлении от Него. Вот есть моменты такие, когда ты, вот у меня был случай, такой, свежий, недавно. И Бог, Он такое сделал, такое сделал, что лучше бы вы поняли, я реально, где-то неделю, вот я выходил, вот так вот сяду, целый день сижу и целый день вот так вот просто смотрю, и я в шоке от того, какой Бог. И у меня внутри вот так вот слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Боже, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. И я просто не могу это пережить, я просто не могу успокоиться. И это уже неконтролируемый момент, понимаете? И как ты мог это сделать? Ты великий Бог, ты великий Бог, ты великий Бог. И это то, куда Бог тебя хочет привести, понимаешь? В это состояние, когда ты будешь благоговеть перед Ним. Вот оно силище, скажите, а? И я не мог просто ни о чем даже думать. Меня настолько шокировало его вот этот момент, что он вообще может такое сделать. Это для меня был просто невероятный шок. Я как по-новому открыл Бога для себя. Я в шоке был от того, что он сотворил, как он велик, как он вообще это сделал. Ну, там свидетельство мощнейшее, но я не могу вам его рассказывать. Это такие более личные дела с Богом. Но суть в чем, что я неделю, я вам говорю, что я не мог ни о чем думать, я только внутри тебя вот эта слава, слава, слава. Бог, ты великий, просто ты не можешь. И это вот с утра до вечера, с утра до вечера, с утра до вечера. Бог с нас вот хочет вот это сделать, чтобы каждый пережил это. И я в заключении скажу вот что. Что для того, чтобы увидеть славу Божью через партнерство, вы должны знать, ну, такие фундаментальные вещи, я не буду на них останавливаться. Во-первых, вы должны обязательно быть стабильными. Потому что если вы нестабильны, вы сами разрушаете свою веру и свое основание. Вы должны это понимать, это фундамент. Нужно быть стабильным. Второе, смотрите, очень важный момент. Вы должны с Духом Святым говорить о том, чего он хочет. Вот Давид, как говорится о Давиде, он исполнит все хотения мои. Но чтобы исполнить хотения Божьи и иметь такое благословение, как имел Давид, а Давид какое имел благословение? Из-за вот того, что он исполнял хотения. Он в жизни своей видел только победы. Понимаете, да? Вот он стал как царем и пошел. Идет, приходит, короче говоря, воевать. И спрашивает у Бога. Бог, говорит, мне идти воевать? Он говорит, Бог ему отвечает, не спеши. Говорит, ты тут сиди. Говорит, а как услышишь шум тутовых деревьев? Древьев говорит, это значит, я пошел уже. Бог с ним так разговаривает, как с другом. Говорит, это значит, я пошел уже их там мочить всех. Говорит, поэтому ты поднимайся. Я говорю, я Давид, крутой, я иду там и все такое. Давид сидит, ждет. Оп, шум. Он всем говорит, идем. Никто ничего не поймет. Чего идем? Куда идем? Ну, как всегда, знаете. Пастер, ты куда нас ведешь вообще? Это же нереально. Там такое войско. Идемте, не бойтесь. А где меч? А Давид идет пирожки. Какой меч? А, меч. Да, дай меч. Дай меч. Вернее, Ваня, ты неси. Пришли. Они, знаешь, как воевали? Он такой, махнул. А у тебя голова отлетела. Понимаешь? Только поднял меч. Тут разрубленный упал. Да что ж такое? Не успеваем. Потому что Бог за него воевал. Потому что он исполнял хотение Божье. Понимаете? У Бога был план. Свой план. План завоевал. Иисус Навин завоевывал землю, да? А этот потом отвоевывал. И у него был план отвоевать эту землю. Поэтому Давид, он исполнял хотение Божье. И вот слушайте. Чтобы хотение Божье знать, нужно обязательно же его спросить. Логично или нет? Это то же самое, что я подойду к тебе и спрошу. Что ты хочешь на день рождения? Я всегда спрашиваю. Вот что ты хочешь на день рождения? И человек говорит. Ну, хочу вот это, вот это. Хорошо. И ты должен знать. Если не спросить, ты же не будешь знать. А получается ситуация какая интересная, да? Что если мы не знаем, что хочет конкретно от меня Дух Святой, тогда у меня вопрос к вам, ко всем. Скажите, откуда же тогда у меня появится личная вера? Она может не появиться. Вы меня все слышите или нет? Второе. Как я могу еще узнать, как Дух Святой движется? Возможно, через пастор, возможно, через проповедь, возможно, через наставника. Но Дух Святой всегда тебе проговорит, если ты этого ищешь. Вы все услышали или нет? И в этом ваша фишка. В этом ваш секрет. В этом ваше силище. В этом вообще все. Потому что для вас главное узнать, что хочет Бог. Чтобы исполнить Его хотение. И когда вы это делаете постоянно, что с вами происходит? Бог начинает творить чудеса, как в жизни Давида. Понимаете? Вы непобедимы. Потому что вы что? Вы же все время у Бога спрашиваете, что Он хочет. В партнерство это великая сила. Это дело Бога. Если это дело Бога, то есть у Его план, да? А Его план какой? Смотрите, Он хочет завоевать Украину. Аминь? Он хочет по всему миру завоевывать души. И мы, представьте, мы это делаем. Он хочет помочь этим людям. И через это прославить свое имя. Мы это делаем. Но когда на личном уровне я узнаю, что Он хочет? Это все. Это величайшая победа моей жизни. Все скрыто в желаниях Бога. Все скрыто в Нем. Все скрыто в Нем. Вы меня все слышите или нет? Все скрыто в Боге. Не думайте, что оно скрыто в ком-то другом. Оно скрыто в Нем. Поэтому ты спрашивай у Бога, что Он хочет. И вот представь. Даже как ты назначаешь партнерские? Ну, сколько ни жалко. Кто-то так назначает. Кто-то говорит, ну, не знаю, мне кажется, вот такая сумма будет нормально. Нет. Это же партнерские. Это же дело Бога. Ты же должен, ну, как-то оттолкнуться от чего-то. И вот я вам говорю, узнай желание Бога. Смотри, когда даешь партнерские? Первое. Узнай, что хочет Бог. Второе. Когда ты даешь партнерские, всегда давай с осознанием и полной верой. И я советую всегда всем фиксировать это. Иметь прямо блокнот. Вот, я записываю это, да? И даже про возглашение какое-то писать каждый раз. Третье. Очень важный момент. Никогда не пропусти момента, где Дух Святой, Он поднимает тебя. Он хочет, к примеру, когда Дух Святой мне говорит, что Он что-то хочет, чтобы я поднял планку, чтобы я что-то еще сделал. Я заранее, так как мы сегодня много о хитрости говорили, да? Помните, да? Или забыли уже? Я знаю. Если Бог хочет от меня какую-то жертву, от меня, чтобы я поднял планку или еще что-то, то так как я мудрый, это вы хитрые, а я мудрый, смотрите, то я знаю наперед, что значит, Он приготовил какое-то чудо для меня. Значит, Он приготовил что-то новое, что-то особенное, чего я не знаю. Поэтому не пропускай этого момента никогда. Не пропускай. Будь всегда на чеку. Когда Дух Святой только раз коснулся тебя, ты не смотри на обстоятельства, смотри на то, что делает Дух Святой. Потому что всегда, когда приходит Дух Святой и говорит тебе что-то сделать, это всегда, как правило, будет ломать твою плоть. Это всегда будет ломать твои устои. Это всегда будет вообще тебе неудобно. Дух Святой, ну вот как будто бы, у меня в жизни всегда такое ощущение было, что как будто бы Он сидит, следит за тобой и ждет, когда будет самый неподходящий и неудобный момент. И потом, о, вот Он. И Он приходит и говорит, пожертвуй это. Господи, это как же так, а? Так куда же поднимать планку, когда ее тут надо опускать вообще? Я уже принял решение опускать, а ты говоришь, поднять. Я уже принял решение, вообще эти деньги уже потрачены. Извини, Дух Святой. А вначале так вообще у меня бывали случаи, когда Дух Святой что-то говорил, я говорил, дьявол, пошел вон, ты не касайся моих денег. Это мои деньги. У меня случаи были, как и у всех людей, поверьте. Когда, помню, был еще Сергей Янович жив, он взял, благословил меня 50 баксов. Ну в то время, ребят, 50 баксов. Да вы что? Это вообще было. И мы приехали в Киев на конференцию. Стоим тут в церкви, и вот представьте себе картину. Конкретно мне Бог проговаривает. Ведро идет, отдай деньги. И у меня внутри такой бунт. Да это мои деньги. Да меня благословили деньгами. И я такое гнал внутри, что вы бы слышали, да эта церковь и так богатая, я лучше в свою церковь пожертвовал. Это неправильно. Не дам. Короче говоря, представьте, ведро так прошло, я не дал. Рубль кинул. Нет, два, два рубля кинул. Я мучаюсь, мучаюсь. И борьба же идет. И все уже, ты же попал. Ну и начинаешь это с Богом, да там. Так, Господь, так я же это, хотел штаны купить. Да я же это, это же мои деньги. Ну почему, нет, дали деньги, а я должен их отдавать. Ну и вот это спорил, я спорил, 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 в конце концов уже следующее собрание. И я такой сдался, говорю, хорошо. Сейчас отдам, раз ты меня хочешь сделать несчастным, разбитым, уничтоженным, растоптать меня, хорошо. И я жду, представьте, на этом собрании пожертвования не собирают. А все, ты уже, я помню, я так испугался, я побежал прямо к группе порядка, и там, ну смотрю, ведро стоит, какое-то, не знаю даже, что это за ведро до сих пор. Я говорю, слушай, мне надо пожертвовать. Я говорю, пожалуйста, это мне надо пожертвовать. Возьми, возьми и передай. Такой, ну хорошо. Взял, ну так вот, ну я вам скажу такую вещь, что Дух Святой может проговаривать в тот момент, вот, когда у тебя были деньги, Он тебе ничего не говорил. А как только у тебя их не стало, кризис, напало все на тебя, всех бесов, а такое ощущение, что Господь как испытывает тебя, Он этих бесов, может, специально отпустил на тебя, понимаешь? Чтобы они все у тебя поворовали, и все остальное, знаешь, и у тебя денег нет, вот именно тогда Дух Святой говорит, а теперь давай, поднимай планку, жертвуй, делай, в самое неподходящее время. Когда ты жертвуешь, когда ты вот с Богом в этом движешься, когда твоя вера формируется, тогда вот этот стих Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Это очень личный и сокровенный уровень, отношений с Богом. Скажи со мной, личный и сокровенный. Это то, возможно, чего ты не переживал уже годы, а может, вообще никогда. Чтобы ты, не то, что тут на собрании, ты славишь Бога, да, это все, поймите, не то. Есть момент, когда ты, личность, сердце твое ликует, когда ты в шоке внутри, когда ты переживаешь Бога. Это так сокровенно, так лично, что ты даже никогда, сколько бы я вам это не рассказывал, не можешь это передать, рассказать. Ты не можешь, поэтому невозможно, это только пережить можно. Потому что это твое личное с Богом, это Он для тебя сделал. И ты в шоке, потому что ты не можешь в это поверить даже. Ты не можешь даже как-то это передать. И вот Бог хочет, чтобы это состояние было в твоей жизни, но оно приходит в твою жизнь через то, что ты исполняешь, его хотение, его желание. И вот это так важно. Поэтому партнерские давать нужно. Нужно знать точно, что это то, что надо. Вы услышали меня или нет? Нужно знать, что это вот именно то, что хочет Дух Святой. От меня. На данное время. Все. Моя вера тогда формируется. Вера формируется от знания, желания Божьего и исполнения его. Вот от этого формируется личная сокровенная вера. Через веру действует Бог. Бог никогда не действует, если нет веры. Невозможно. Только через веру и помышление. Мы говорим, да? Вот через это действует Бог. Он проходит через это. Поэтому формируй в себе вот этот подход к партнерским. Вот сейчас мы будем молиться буквально через полминуты. И смотрите, я буду молиться за вас, чтобы вы пережили этот стих на своей жизни. Чтобы слава Божья явилась на тайном, сокровенном, личном уровне. Чтобы вы познали, что от вас хочет Дух Святой. Короче говоря, я хочу молиться за вас, чтобы партнерские ваши ни в коем случае не были мертвым и религиозным даянием. чтобы они принесли вам мощнейшую веру и отношение с Богом. Чтобы вы осознали, мера осознания, осознай сейчас, что это дело Божье. Осознай сейчас. Вот мы сегодня смотрели, ну там девочка, да, сидит и там благодарит Бог, ну всех вас там, Бога благодарит. Ну суть в чем, вы видели ее лицо? На вид, если вы ее вот так вот увидите просто, вам покажется, что она не соображает ничего. Когда вы с ней поговорите, вы поймете, что она абсолютно на сто процентов мыслит, как самый здравый человек. Вы слышите или нет? И вот представь, осознай, что что ты делаешь и что теперь она, конечно же, будет принимать Слово Божье. Логично? Потому что кто это сделал? Это сделали люди, которые верят в Бога. Поэтому она открыта уже. И не только она. Открыта много людей, которые знают об этом. Пусть Слава Божья будет на твоем разуме, чтобы ты осознавал все. Давайте встанем. И я хочу сейчас молитву согласия. Все, что я говорил, если вы соглашаетесь со мной, молиться об этом. Я понимаю, что вы соглашаетесь, но нам нужно это как заявить. Вот просто мы должны как вместе сейчас поверить и вместе согласиться, чтобы вот этот стих из Библии, из Экклесиаста, 3 глава, 14 стих, что Бог делает так. Подожди, если Бог делает так с кем-то, я извиняюсь, я хочу, чтобы Он сделал это со мной. Я хочу благоговеть перед Ним. Аминь? Я хочу ликовать перед Ним. Я хочу пережить это. все согласны с этим? Я хочу быть как Давид. Я хочу исполнять хотения Божьи. Если кто-то солидарен со мной, давайте поднимем руку во имя Иисуса. Потому что хотение Божье это основа для нас. Все. Дух Святой, я прошу тебя. Сегодня мы говорили за отношения с тобой. За такие сокровенные вещи Божьи. Мы говорили. И мы знаем, почему так велик был Давид. Несмотря на сколько ошибок он сделал, какие грехи он сделал. Он был таким великим, что даже когда ты пришел, Иисус, на землю, ты не стыдился называть себя сыном Давида. Потому что он был особенным человеком и его особенность заключалась в том, что он исполнял хотения Божьи, хотения Твои. Помоги нам, Господи, вот в этом деле, которое ты делаешь. Это дело спасения множества людей. Это дело завоевания душ. Это дело такой помощи, которая в самом деле меняет судьбу человека, спасает жизни людей. И ты это нам доверил. Господи, помоги каждому. Я ходатайствую за каждого партнера. Я ходатайствую и молю тебя, чтобы вот каждый он пережил на личном уровне твое хотение, твое желание. Что конкретно, что конкретно ты хочешь. Пусть это происходит и пусть именно это, оно будет основанием наших всех дел, наших всех действий, всего, что мы делаем вообще происходит в нашей жизни. Пусть что угодно. Самое главное, чтобы мы вот знали твое хотение. Помоги нам. Скажи ты сейчас Богу, помоги мне Дух Святой. Открой мне хотение, хотение Отца, хотение Сына Божьего и твое хотение Дух Святой. Помоги понять это. Помоги, открой уши духовные, чтобы слышать, что Дух говорит. Слышать. И я знаю, что Господи, основанием нашей жизни, основанием всего-всего нашего будущего и всего, что будет происходить, это Твои желания. Если мы только узнаем их первое, если мы второе, двигаемся в них, то уже я как бы знаю, что в будущем сколько бы не было этих войн, которые вел Давид, везде в этих войнах, однозначно он был всегда победителем. И когда слышали о Давиде, слово Твое говорит, что на людей сходил ужас, приступы ужаса. Точно так, Господи, будет в нашей жизни, когда мы исполняем Твои хотения. бесы и демоны будут в ужасе. Все нападки дьявола обречены и везде у нас будет победа. И дьявол просто будет трепетать, слыша наши имена. Мы станем кошмаром для этого демонического мира. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, помоги каждому, вот просто Ты. Без Тебя мы не можем делать ничего. Сами по себе нам тяжело бывает, и мы признаем это. Давайте все признаем, что нам бывает самим тяжело даже дисциплинировать себя, чтобы молиться. Вот просто признай это и все. Тяжело бывает, Господи, дисциплинировать, тяжело какие-то правильные вещи какие-то ненормальные бывают. Боже, просто прошу Тебя, Дух Святой, я ходатайствую за каждого партнера, за каждого партнера, Боже, Ты помоги, Ты, Боже, сделай так, чтобы получилось все, чтобы вот просто каждый день как-то это время, оно вот просто было как создано Тобой, чтобы Ты помог в нашей немощи, в нашей слабости, чтобы каждый день было время это с Тобой поговорить. И было время с Тобой откровенничать, с Тобой открыться перед Тобой, и было время пережить присутствие и помазание Твое, чтобы оно каждый день, каждый день, чтобы оно приходило и приходило. О, Господи, благослови, я знаю, что будет твориться в жизни каждого партнера, я знаю, что будет происходить, я знаю, какие великие вещи они переживут. Господи, я молю Тебя и ходатайствую Тебя, молю Тебя за каждого Божьего из них, прошу Тебя, помилуй, Господь мой, просто пусть это произойдет, без сообщения с Тобой, Дух Святой, все оно мертвое, все оно такое полуживое, Господь мой, поэтому, помоги, оживи, вот все, как говорил Давид, оживотвори нас на пути Твоем, оживотвори нас на пути Твоем, без Тебя мы не можем делать ничего, мы только с Тобой, Боже, с Тобой мы крутые, с Тобой мы сильные, с Тобой мы вообще такие, мы все можем, с Тобой вообще мы непобедимы, с Тобой мы но вообще такие самые-самые, потому что это с Тобой, Господи. А мы признаем, что мы в немощи Своей вообще ничего не можем, поэтому мы говорим, пожалуйста, будь с нами, скажи это Духу Святому, пожалуйста, будь со мной, с этой прямо молитвой, вот поведи меня, прямо сегодня, может, вечером, дай мне, кто был гадать, первый раз с Тобой вот как-то по-новому поговорить, хоть пять минут, хоть десять, хоть пятнадцать, ну дай мне это, скажи это Духу Святому, если честно. О, Господь, я молю Тебя, молю Тебя, молю Тебя. Все, что по плоти, Господи, даже я знаю, Боже, что даже партнерские можно по плоти давать, но сегодня такой день, когда мы говорим о таких вещах, Господи, что мы хотим услышать от Тебя, мы хотим, чтобы Ты показал. О, мой Бог, чтобы Ты показал. Ты же говорил, Иисус, что Дух Святой придет и будущее нам возвестит. Ты же говорил, Господь, что Он научит и наставит. И сегодня мы рассчитываем только на Духа Святого, что Он научит и наставит, что Он даст нам, просто даст нам знать. Давайте все поднимем руки и попросим Его. Дух Святой, дай нам знать. Я ходатайствую за всех партнеров, Боже. Дай нам знать. Знать Твое желание. Знать. Это такое дело Твое серьезное. И нам надо осознать, что оно очень серьезное. Нам надо осознать, что каждый партнер – это вот конкретная команда. Нам надо осознать это, Господи, что все мы делаем какое-то важное дело. Поэтому прошу Тебя, дай нам знать. Каждому дай знать Твое желание относительно именно Его. И пусть это будет вот моментом, когда начнет закладываться новая вера. Новая вера. Новая вера. Во имя Иисуса. Я сейчас благословляю каждого партнера, каждого партнера, каждого партнера, каждого партнера, каждого партнера. Я благословляю. Я благословляю. Я благословляю. Я благословляю. Я просто благословляю вот этим благословением. Пусть Дух Святой придет и откроет глаза. Пусть Дух Святой придет и посетит в комнате. Пусть Дух Святой придет и втянет в эти отношения с собой. Потому что ты Дух Святой все равно начало и конец Не мы начало, ты начало Ты начало Дух Святой Ты начало, ты Альпа и Омега Начало и конец Поэтому прошу и благословляю каждого партнера этим благословением Чтобы он имел отношение с тобой Дух Святой И все остальное, оно просто, оно просто будет как приложение Оно будет просто следовать Прошу тебя, Дух Святой Я так благословляю их, Господь мой, от всей души, от всего сердца От всей своей внутренности Божьей просто благословляю Чтобы это произошло в их жизни Ничего дороже нет, ничего важнее нет Все остальное, это пыль, суета, прах, дела какие-то Господи, вообще все это ничего не значит Все ты Все сокрыто в тебе Все сокрыто в тебе, Дух Святой Все сокрыто в тебе Поэтому прошу тебя, помилуй Помилуй, помилуй, помилуй И как Давид Он исполнит все хотения мои Дай это, Господи, нам Дай это нам, Боже Подними руки свои и скажи Дай это нам, дай это мне, Господи Дай это нам всем Давайте друг за друга, как по ходатайству Из-за тех партнеров, которых здесь нет, которые по всему миру Дух Святой, Боже Дай нам, партнерам Дай, Господи, это дай Ведь мы такую работу закрутили, Господи Ты ее начал, Боже И уже столько работы, столько плода Столько вообще сделано Что на сегодняшний день, Господи Мы шокированы этим началом, Боже Яви свою славу Дай нам, Господи Эту благодать, как Давид Исполнить все хотения Твои Исполнить все хотения Твои Исполнить все хотения Твои Все хотения Абсолютно все хотения, Боже Быть такими людьми, которые исполняют хотения Твои О, Боже Найти в этом свой покой Найти в этом свое наслаждение Найти в этом свой релакс Найти в этом снятие стресса Найти в этом все, что только можно Найти полноту Исполнения Желаний Твоих О, Господи Пусть будет так Пусть будет так Пусть будет так Спасибо Тебе за все, Господи Пусть это служение сегодня, Боже Пусть это Время сейчас Оно в самом деле изменит Все, потому что словом Ты творил небо и землю И словом Ты творишь, бывает, новую жизнь И это слово сегодня, пусть войдет в сердце каждого человека Во имя Иисуса Спасибо Тебе, Боже Давайте верой поблагодарим Его Скажем, спасибо, спасибо, спасибо Спасибо, скажи это Богу Спасибо Тебе Я верю, что Ты не оставишь меня Что Ты придешь ко мне Дайте сапфетку или же Скажи это Богу Спасибо Тебе, Господь Спасибо Тебе Просто скажи это от души Вы так с верой Ты же веришь, что Он не оставит тебя Аминь Ты же веришь в это Что Он тебя не оставит Он Ты партнер Скажи, я просто даже Не верю, что Бог может такое сделать Он придет ко мне Он не может оставить меня И слово, которое говорил пастор Скажи, оно Войдет в мою жизнь Аминь 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 Давайте еще дадим ему славу Великому Богу Я очень рад был, знаете, сегодня видеть вас Потому что всегда видеть партнеров для меня Вы поймите, вы Можно так откровенно сказать Вы моя церковь Вот моя церковь Это партнеры Потому что так у нас в церкве И там сотни, сотни, сотни Но Есть дело, которое поручил мне Бог И это дело Спасения людей В Украине раз Ну В первую очередь, да Но сейчас вот Европа А вообще по всему миру И Представляете себе, что именно мы это все делаем Поэтому мы команда Мы команда Которая перевернет этот мир Аминь Аминь Пусть вас Бог обильно благословит Я люблю каждого из вас Ценю и дорожу вами Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok